все ездят и ездят и ездят и ездят армяне даже так не называют абрикос эти казино а он не такой еще старый а как вы думаете не армянскую а индийскую интересно чушки смотрят нет пожалуй самый известный напиток в мире ну который наверное пьют все это чай причем все народы мира одинаково называют этот напиток ну с небольшой погрешностью кто-то называет чай кто-то чек кто-то чак кто-то тейки ну и так далее но все это одинаково то есть корни этого напитка из какой-то одной страны и эта страна конечно же китай а разница только в том откуда этот напиток был перенят то есть те страны которые чай называют чаем ну например россия переняли этот напиток с севера китая севера китайского диалекта где его называют чай а страны которые переняли этот напиток с юга китая то есть по морю где напиток этот называют те соответственно и сами они англичане и французы итальянцы и голландцы ну и так далее называют этот написок напиток так как и на юге китая он назывался то есть те ну и так далее армяне армяне тоже называют те соответственно армянские купцы и что неудивительно принимали этот напиток именно с юга китая соответственно с таких регионов как гуанчжоу сянган аумынь ну и так далее из трудов армянских средневековых авторов например она не широкации или мофсе сахоринацы которые описывали китай мы прекрасно знаем что армянские купцы уже достигали буквально в восьмом веке этот скажем так континент если угодно потому что дальний восток это отдельный мир и оставили в записях вот этих своих трудах о народонаселении о природе китая ну также щитумиды мы тоже знаем что они тоже достигали китая и хотелось бы тут заметить что дело-то не в чае а дело в том что еще с тех времен у армении или скажем так у армян потому что армения то имела свою государственность то ее теряла а во всяком случае армянские купцы армянские дворяне имели связь с этой страной именно с юга китая ну и поэтому наверное я тоже приехал на юг китая хотя я бывал в пекине шанхае то есть на севере поверьте там ничего интересного нет во всяком случае по армянским следам а вот на юге масса всего интересного и об этих интересностях я расскажу заканчивая конечно свой сюжет а севером и так поехали итак мы в гонконге или как называют китай этот город сянган можете вы называть его китая можете не называйте тут дело как бы ничего не меняет это специальный такой административный центр кто-то называет его даже отдельным государством таким микро государством вроде как сингапура здесь одно время творил и чудил влиятельный такой предприниматель и филантроп армянского происхождения сделавший карьеру в британском гонконге он был даже консулом высшего мирового суда гонконга это был сэр хачик пол чатер вот мы сейчас находимся как раз таки саду имени вот этого вот хачика пол чатера вот вообще на самом деле честь него названо здесь гонконге много всего не только сад но и вот как вы видите улица тоже хачик стрит тоже честь хачика пол чатера его отец работал в колониальной тогда администрации государственным служащим хачик пол чатер был одно время генерал-губернатором британского гонконга и с его именем здесь много чего связано в современном уже гонконге монополистом во многих производствах хотя бы гонконг электрик стал его монополистом и на рынке электроэнергии уже через год обеспечивала свыше 600 зданий я вам покажу еще ночной гонконг как он светится то есть первый раз включил гонконг как раз таки этот самый хачик пол чатер давайте еще раз пройдемся немного по улице честь его и выйдем на тоже на одно интересное такое местечко давайте без слов просто пройдемся это а старая часть а гонконга как обычно бывает как я уже говорил самые такие армянские места в разных странах мира это порой даже не привлекательные места потому что одно время это был центр города а сейчас это уже как бы не совсем центр это старинные районы а тех или иных городов а еще вы наверняка заметили что здесь достаточно много таких старинных трамвайчиков ездят вот буквально не дают покоя я только начинаю говорить они все ездят и ездят ездят и ездят вот еще один за моей спиной и с той стороны тоже так вот впервые в конце 19 века здесь в гонконге запустил их тоже хачик пол чатер и они до сих пор ездят и и больше всего именно на улице названной его честь наверное символично да кстати чуть не забыл он еще возглавлял здесь как вы думаете не армянскую а индийскую общину гонконга дело в том что сейчас этот трамвай проедет вот а дело в том что сам он был родом из калькутты из индии но тогда индия и гонконг а принадлежали британской короне вот и так как он был родом из индии ну соответственно и возглавлял здесь индийскую общину привет моему старому приятелю из люксембурга армянину который возглавляет там таджикскую общину а еще если с помощью метро добраться до центральной станции которая так и называется central можно доехать до чатер хаус то есть того же хочу капот чатера имеется здесь небоскреб ну и чатер раут трасса его же именем сейчас мы выйдем отсюда с подземелья я покажу ну вот я и вышел вот он вот она эта дорога чатер раут а вот и тот самый чатер хаус вот даже здесь имеется его портрет давайте посмотрим поблизости вот здесь написано что сэр поль чатер армянин родился в калькутте ну и впрочем все то о чем я говорил на английском и на китайском языках вот это здание сейчас я вам немного расскажу об этом здании это вот внутри здания 4 хаус но я хочу сказать что это 30-этажное офисное здание основанное сейчас тут находится компания hong kong land она основана была еще самим хачеком полчатером то есть его компания живет и процветает до сих пор ну естественно только принадлежит уже другим другим ну вот смотрите еще внутри самого здания память обоснователе этой компании стоит и бюст качество полчатера еще раз напомню это один из первых губернаторов гонконга который электрифицировал гонконг помните ленина коммунизм это есть советская власть плюс электрификация всей страны так вот вперед ленина чем в ссср сделал это хачек полчатер своем гонконге вот такой громадный офис компании hong kong land ну и собственно говоря вот этот самый небоскреб где мы сейчас побывали внутри еще одно любопытное место сад названный в его в честь его же имени а он не такой уж и старый сад был основан 1985 году назван честь хачека полчатера по той лишь простой причине что а на этой земле были расположены в начале двадцатого века в конце девятнадцатого века компании этого человека ну здесь в гонконге особенно в центре много чего было расположено из компании поэтому в принципе в честь хачка полчатера здесь много чего можно найти вот такой вот милый уютный сад где гуляют местные жители ну и гости города вроде меня вот такая здесь красота интересно чушки смотрят нет окна мууууу мууу уаууу ну да в самом начале двадцатого века и он не гаснет до сих пор такая красота зашел посмотреть что китайская медицина советует и вот наткнулся на такое лекарство против кашля и посмотрите гонконге абрикос до сих пор так называют армениак и эти армянским плодом ран делаю рамяне даже так не называют абрикос а вот в китае оставили такое исконное латинское название абрикоса ну а теперь настало время покинуть гонконг и отправиться в макао благо это недалеко всего лишь в тридцати пяти километрах макао очень уникальный город здесь на дальнем востоке он не похож ни на один другой гуляя по улочкам этого административного центра китая очень младшего брата гонконга потому что он имеет пока еще такой же статус как бы отошел от португалии но не дошел до китая а и что я хотел сказать гуляя по улочкам макао складывается такое ощущение что ты гуляешь по португалии вот даже вот посмотрите улица за моей спиной по которой я ходу типичная португалия попробуйте отличить от тех улочек что вы видели скажем городе порту или лиссабоне но если вы там не бывали то наверняка вы были на моем канале и я делал оттуда сюжет только что единственное население тут вот как вы видите китайцы но большинство из них все-таки португалоязычные китайцы они совершенно говорят на португальском языке а также они говорят естественно на родном китайском языке а все потому что в середине 16 века здесь высадились португальцы и правили тут внимание без малого до 1999 года то есть макао или городок ауминь как его называют китайцы был под протекторатом португалии все вот эти несколько столетий был передан или пока еще не додали скажем так китае только в 1999 году то есть относительно вот недавно но и хочу сказать что здесь вот такого колониального стила стиля немало но и современного тоже я вам сейчас а вы я сейчас выйду в центральную часть города конечно я современное строение вам тоже покажу на что живет макао за счет казино как и скажем монте-карло или в атлантик-сити или скажем лас-вегасе то есть макао это лас-вегас для длинных скажем так долларов из брунея или близлежащих стран они сюда приезжают испытать свою судьбу ну вот посмотрите какие тут прекрасные старые колониальные строения типичный португальский разве что только надписи есть и на китайском языке вот именно и на китайском языке такое ощущение что это такой чайна-таун где-то в португалии название улиц практически тоже португальские с 1685 года после того как китай официально открыл порт макао или аумынь для иностранной торговли армяне начали вести активные деловые операции уже в этом регионе обладая налаженными контактами в третьих странах частности россии индии и иране а также располагая товарами пользующиеся огромным спросом армяне весьма благожелательно принимались и важнейшим пункте международной торговли в кантоне гуанчжоу ну о котором я вам уже говорил то есть чтобы попасть гуанчжоу нужно было прибыть сначала сюда макао большинство китайцев здесь макао они христиане католики ну понятно почему постарались португальцев но дело не в этом местные китайцы макао гордятся тем что именно в их городе впервые было переведена библия на китайский язык но мы с вами можем не меньше не гордиться потому что этим переводчиком был армянин наш с вами соотечественник аванес казарян которого здесь местные называют юанес ласар сын местного армянского торговца галуста казаряна юанес или аванес родился здесь в макао в 1778 году он с возрастом уже ранним проявил и очень большие способности китайскому языку и уже в десятилетнем возрасте его направили в кантон современной гуанчжоу где он семь лет изучал китайский и европейские языки в 1805 году по просьбе миссионеров аванес казарян приступает к переводу библии с английского на китайский язык специалистами китаеведами его перевод считается лучшим среди китайских переводов библии кстати эта библия на китайском вышла в 1813 году до нее тоже были попытки переводов но как правило они были неполными вот так неожиданно перекликается макао из веков прошлых век современный а 21 благодаря чему и живет сегодняшний макао бесконечные эти казино даже казино вон называется лицбоа честь столицы португалии но центре макао здесь их уж не так уж и много на самом деле а большинство казино на острове тайпа венеция и прочее все они собраны в одном острове чтобы люди могли ездить играть туда испытать судьбу так сказать с однорукими бандитами что касается северного китая то уверяю вас там уже толком нет ни общины ты вообще ничего интересного харбине было даже своя церковь армянская но это было до революции еще и до китайской революции до российской революции и там проживала небольшая армянская диаспора но после того как коммунизм в китае одержал верх и стране религия была запрещена соответственно и армянскую церковь харбина тоже разрушили ее сейчас там нет сколько сейчас китай армян очень трудно сказать по разным оценкам но это просто капля в море учитывая миллиардное население китая армян где-то около полутора тысяч человек это по всему китаю это в основном вот в том же харбине может быть два-три человека не больше во всяком случае так было 10 лет назад есть пекине в шанхае в гуанчжоу чуть побольше где-то человек 300 ну в принципе все больше особо нет то есть они разбросаны по всему китаю то есть вы вот это вот маленькая община которая всегда была маленькой в этом миллиардном государстве это дала большую пользу этой стране внесла свою толику причем громадную толику культуру и развитие китайской нации ну вы сами сегодня увидели ну а теперь все до следующих встреч в следующих странах по армянским следам всем пока до свидания